Таисия Стефановна, ну что там за праздничек у вас? С праздником вас! Спасибо, с праздником! Какой там праздник? 1 мая, 9 мая! А, все, все, 9 мая отмечаем! Ну хорошо, отмечаем! Бесконечно вот, в мае! Ну хорошо! Геночка, желаю вам здоровья, счастья, удачи! Всего всего самого лучшего, что есть на земле! Спасибо, Таисия Стефановна! Я вам желаю того же самого! Обнимаю, радость и здоровье! Целую в щечку, в лобик, в другую щечку! И даже в губки целую! И даже в ручки ваши целую! Да, моя ты лампочка! Спасибо, Еночка! Спасибо, спасибо, Таисия Стефановна! Так, вот женщина, Таисия Стефановна, ей уже где-то что-то там под 90 лет, она занималась вот по этим вот книгам, которые я написал. Знания это общечеловеческие! Вот смотрите, я не говорю, что это знания мои, это мое, вы тут должны мне что-то такое! Это общечеловеческие знания, которые я собрал! Почему другие люди, которые должны заниматься вот нашим здравоохранением, этого не сделали? Может, они еще лучше сделали, раз у них там знания есть! Ну, нету этого, нету, и вообще что-то там такое! И вот дальше, Альма пишет, и, конечно же, я советую вам изучить труды Малахова. Это необходимо, чтобы приблизительно понимать, что происходит с вашим организмом, так как много нюансов. Это придает вам уверенности и силы продолжать голодание. Некоторые книги я прочитал по нескольку раз. Удачи вам и крепкого здоровья! Да, знаете, есть литература, такая литература. Вот я, например, сейчас про Морозова, первого террориста, воля и земля, или как-то, или свобода и земля. То есть, самого первого, который вот начал, он еще был знаком с Карлом Марксом. Удивительный дядька, который прожил 92 года. Два года, понимаете, 92 года. 30 лет из них он просидел в тюрьмах, в одиночке там, по особому царскому распоряжению, специально тюрьма. Болел туберкулезом. Там болеет, то есть заболеть там туберкулезом, это все. Я собираю материал о нем, вот он там сказал, то, сё, пятое, десятое. Дабы познакомиться, что же он делал, в чем его секрет. А то мы все там думаем, секрет у нас в том, что мы там съели свежую пищу или не свежую. 30 лет сидеть в этом, в камере, в политической этой тюрьме, в одиночной. Какая там диета? Что вы говорите? За счет чего? Какие механизмы он задействовал? Видите, я себе вопрос задаю. Какие механизмы он задействовал, кроме питания? Настолько ли важно это питание? И прочие, прочие, прочие вещи. Хочу понять этот механизм, выяснить и к себе применить. Я читаю, читаю, изучаю. Поэтому, если вы хотите что-то узнать, естественно, вам надо будет читать. Не один раз. Вы что-то прочитали, что-то одно у вас отложилось там в сознании. Ага, думайте, ну вот оно. А потом оказывается, какие-то вопросы надо прочитать, что-то другое. Надо, надо это все читать и читать. И прежде чем что делать, надо прочитать. И вот она пишет, Татьяна, обязательно прочитаю все книги Малахова. А сейчас без подготовки ушла в сухое голодание, пока прошел один день, чувствую себя хорошо. Запаниковала, что делать, и бегом задавать вопросы. Видимо, я ветер, тогда откуда вы берете столько мочи упаренной. Ну, это уже, это уже так сказать, это. У нас уже опять надо у ключа-ты. У ключа-ты надо. Вот эта камера, видеокамера. Вот сколько там памяти есть, и сколько в батарейке электричества. Столько наибудь писать. Там батарейка на часов 8, если не больше. Видеокарта встроена на 64 Гигабота. Вот она пока не заполнит, будет писать. Там еще долговато. Этот же Canon Mark III фотоаппарат, 30 минут и все, он отключается сам. Хотя, естественно, пишет, будь здоров. Вот поэтому надо часто отключать. Значит, надо читать. Надо же читать. И будет это многое ясное, откуда моча берется, откуда всего берется. В некоторых случаях заранее собирается. В других случаях используется всей семьи. Ниночка, слушаю. Обед, слушаю. Обед, видите, обед, ебатый ес. Давайте обедать будем. Идем обедать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!